Добрый день, дорогие друзья! Сегодня опять мы с вами будем делать красивые цветы из фоамирана. И сегодня мы с вами сделаем вот такой простой и симпатичный цветочек. Также его можно будет сделать как брошь, как заколочку, на ободочки, на повязочку крепить детям. Я сделала вот такое симпатичное украшение. Давайте приступим с вами и рассмотрим подробный мастер-класс по его изготовлению. Это лотос или еще кувшинка называют. Кувшинки бывают не только белые, а также синего цвета. На просторах интернета вы можете найти много разных интересных фотографий именно вот кувшинок лотосов разного цвета. Мне понравилась там одна фотография, я решила по ней сделать вот такой симпатичный цветочек. Давайте приступим. Для работы нам потребуется, мы будем с вами делать сначала серединочку. Как вы видите, тут присутствует желтый цвет и затем синий цвет. Они немножко отличаются, так как здесь сделана тонировка. Я уже подготовила, чтобы видео не так сильно длилось и быстрее мы с вами закончили этот мастер-класс. Но я вам сейчас расскажу, как я что делала и покажу размеры. Для серединки нам потребуется вот такая полосочка желтого цвета. Она у нас идет 6 сантиметров в длину и примерно где-то сантиметра, наверное, полтора, чуть больше. 1,8, потому что она еще при утюге сжимается немножко фоамиран. И здесь, если получилось 6, то делайте 6,5-7 сантиметров. Ничего страшного, если вы 8 сделаете сантиметров, будет желтизны у вас побольше. Затем мы нагреваем полосочку на утюге, не сильно нагреваем, чтобы она у нас не была сильно скукожена, если вдруг она с пальцами сразу чуть-чуть расправляя, чтобы у нас не было сильно загнутости. Далее мы делаем полосочку для серединки, отрезаем синего цвета. Размер у нас получается 16 сантиметров, ну 17 сантиметров. И чуть-чуть побольше, соответственно, где-то примерно миллиметра на 1-2 делаем чем вот эта полосочка. Хотя можно делать их одинакового размера. Давайте сделаем серединку. Берем клей секунда или клей термопистолет. Сегодня я буду работать с термопистолетом. Берем термопистолет и начинаем делать нашу серединку, соединять наши детальки. Сначала мы сделаем, чтобы вот так смотрело вовнутрь, а затем сделаем в другую сторону, наружу. Капаем немножко клея. И вот таким образом прижимаем. Все прокатываю. Я всегда прокатываю, чтобы не было грубостей. Опять берем немножко клея. И вот таким образом скручиваем нашу серединку. Берем немножко еще клея скручиваем. Все. Вот этого достаточно. Теперь мы будем делать в другом направлении. Капаем с другой стороны немножко клея. И вот таким образом заворачиваем, прижимаем. Видите, у нас что получается. Если вы, например, вам так сложно повернуть, то вы можете вполне разрезать напополам и сделать одну половинку так, а вторую клеить так. Если вам вдруг у вас возникают какие-то сложности. Все. Видите, какая у нас получилась красивая серединка. Теперь мы ее будем дальше нагревать на огне. Что мы делаем? Мы берем свечку и поджигаем ее. Будьте аккуратны, чтобы не обжечься. Лучше брать, нужно взять спицу, например, или зубочистку, проколоть. И вот таким образом, смотрите аккуратно, потому что фоамиран имеет свойство даже подгореть. Нужно почувствовать огонь. Если кто работал с пластиком, с пластиковыми бутылками, то знает, что по-разному тоже пластик нагревается и нужно знать, в каком направлении. Когда вы немножко поработаете, вы уже будете понимать, как правильно, что нужно делать. Я думаю, в принципе, у нас серединка почти готова. Сейчас еще чуть-чуть подержим. Сильно близко к огню не приделываем, потому что фоамиран может даже у нас загореться. Посмотрите, что у нас получилось. Убираем пока в сторону свечку и продолжаем делать дальше. Снимаем со спицы. Капаем немножко сюда клея. И в таком направлении мы с вами будем продолжать теперь делать серединку. я надеюсь, очень хорошо. Видно, извиняюсь, у нас там идут строительные работы, немножко идет шум. и полностью серединку мы с вами закручиваем. Видите, какая у нас получается красивая серединка. Остается совсем немножко. В других видео мы с вами посмотрим изготовление немножко другой кувшиночки. Также, чтобы не пропустить, лучше подписывайтесь на канал. Тогда вам в ленте будет отобраться вся информация. Вы будете первые узнавать, как только будет поступать какая-либо информация. Смотрите, что у нас получается. Вот такая получается у нас с вами серединка. Но если вы обратите внимание, здесь серединка совсем другая. Да, я еще вам забыла сказать, что серединку, как вы видите, я протонировала. Я взяла, по-моему, бордовый цвет. И протонировала наполовину. Влажной салфеткой наносила пастель и тонировала. Вы можете не тонировать, но если вы будете не тонировать, соответственно, у вас серединка будет вот такого цвета. Немножко, правда, она будет отличаться, потому что мы сейчас будем ее также поджигать, подогревать, извиняюсь, на утюге. Берем пока термин пистолет в сторону. Поджигаем свечку. Опять берем спицу. Можно, конечно, делать сразу, но обратите внимание, что серединка, во-первых, идет меньше. И когда вы будете сейчас поджигать на утюге, форма немножко будет другая. и она, допустим, не настолько, ну, в общем, как сказать, придаст такую вот нужную именно форму. Здесь, конечно, придется подольше нам немножко покрутить, чем серединку. Видите, идет дымочек. Обращайте внимание, начинает с этого к серединке. кепесточки наши. Нам нужно довести до одинакового размера. Если вы делаете какое-то одно украшение, то, конечно, вам сильно не нужно, так как я делаю, видите, украшения одинаковые, поэтому мне нужно сделать примерно одинаковую форму. очень будьте аккуратны, потому что можно, на самом деле, фоамиран может загореться, даже если вы прям близко как огню не сделаете. Он может задымиться и начать плавиться. Ну, вот практически и все. вот видите, можно немножко пальчиками вот так расправить. Все, и у нас получается серединка такая же, только если ее нужно расправить немножко пальчиками, чтобы она у нас была более похожа. так, давайте, наверное, еще подогреем и расправим. Достаточно. И вот так аккуратно, насколько там видно, пальчиками расправляем. Вот так, можно даже маленько руками помочь. Все, серединка у нас готова. Тушить свечку она нам больше не потребуется. Теперь нам нужно сделать вот такие лепесточки. У меня уже лепесточки готовы почти. но я сейчас вам покажу как обработать все-таки один лепесточек. Я, смотрите, как делаю. Беру шаблон, шаблон я вам потом приложу ссылочку, рисую, ссылочку дам на шаблончик. по этой сделаем очень быстро, как я делаю. Отрезаю полосочку вот таким образом сгибаю лепестков по 5-6. и вырезаем. Конечно, когда 5-6 это будет сложнее сделать, но тем не менее можно. И с другой стороны. Потом смотрим, когда мало они получаются все идеально ровненькие, когда лепестков много, по 5, по 6, по 7, они получаются неровные, их можно немножко подровнять. Ну все, давайте приступим дальше. Сейчас я вам покажу, как обработать лепесточек. Ставим утек и нагреваем его на двоечку. Я использую молд для лилии. Двойной беру вот эту сторону и на ней мы будем делать фактуру лепестка. Все, уже почти нагрелось. Нагреваем листочек, лепесточек на утюге и тут же сразу вот таким образом делаем и пока он не остыл, делаем вот такие движения. Можно даже потянуть, тогда лепесточек немножко будет размером вытянут и побольше. Все, вот такая у нас текстура получается на лепесточке. Включаем утюг и убираем его в сторону. Он больше не потребуется. серединочка у нас готова, лепесточки у нас готовы, осталось нам сделать листик для нашей кувшинки. Так как листик здесь, как вы видите, другой формы, не такой, как у настоящей лилии, дело в том, что так как на резиночке, если бы, представляете, сделали такой листик, то, соответственно, он бы весь у нас отлетел, весь бы оборвался и прочее. Поэтому я решила сделать вот такой чешелистик большой. Примерно вот мы прикладываем цветочек, смотрим, какой он у нас по размеру получился и немножко больше делаем кружочек. Немножко больше, там я не знаю на сколько, но вот обратите внимание, вот, видите, совсем немножко больше. теперь мы его складываем напополам, затем еще раз напополам и вот таким образом делаем складочки. Видите, у нас получились складочки. Теперь берем ножницы или скальпель и делаем вот такие надрезы в этих местах. теперь смотрите, мы еще разделим вот так, вот так. можно оставить листики вот такого размера. Но мне показалось, что если я сделаю их поменьше, то они будут красивее. я делаю, делю еще напополам. Вы можете оставить как есть. Все. и что у нас получается. Чтобы не стол прорезать, я буду наверное использовать ножницы. Теперь берем и от серединки непроизвольно вот таким образом мы с вами полностью по всему кругу от серединки идёт отсюда так вот и непроизвольно режем полукругом. Вы можете делать разный чашелистик. Тут уже тоже как вам фантазия подсказывает. Не обязательно делать такой как у меня. Если вы делаете например на повязку ребёнку я делала на повязку я делала листик как у лилии ой извиняюсь как у лотоса самого. На повязочке он никуда не денется и очень даже красиво и мило смотрится. Всё теперь переворачиваем и в обратную сторону. Когда я использую скальпель я сразу делаю раз сюда. Просто здесь боюсь чтобы стол не повредить. Не надо чтобы они у вас были идеально ровные. Какие-то маленькие получаются какие-то побольше. Всё-таки этот цветок и у цветка никогда не бывает одинаковых лепесточков. Также и у деревьев и травы любой неважно. лепесточков спрятался шаблончик. я его искала. Теперь смотрите что мы сделаем с ним. Мы его собираем пополам и ещё раз пополам. Где-то в видео посмотрите у меня есть на канале на ютубе как сделать чашелистик. Там я показывала достаточно подробно как сделать примерно такой чашелистик. смотрите если вы сделаете насечки вот здесь вот там я как раз делала насечки немножко он будет по-другому смотреться. И теперь что мы делаем? Нам теперь нужно прилагать усилия. Здесь ну скажем время нужно минут так две три прям разминаем разминаем чтобы не порвать так как у нас чашелистик достаточно плотный получился мы его должны все равно сделать чтобы он у нас был тоненький таким образом скручиваем так вот мы скрутили скрутили и видите что у нас получилось конечно здесь нужно силы потому что размер большой чашелистика если бы был маленький было бы не так сложно вот такой чашелистик у нас получается видите с углублением что же делать у нас цветочек конечно же это подойдет но не встанет туда нам очень аккуратно нужно вот такими движениями растянуть фоамиран будьте очень аккуратны вот так достаточно все теперь давайте приступим к самому изготовлению цветка так приступаем к сборке цветка берем термопистолет он нам сейчас очень будет нужен и начинаем по порядку приклеивать лепесточки сначала мы приклеим с вами лепесточек сюда вот так первое самое и прижимаем здесь теперь берем второй лепесточек наносим немножко клея и его приклеиваем вот сюда прижимаем берем третий лепесточек не забываем где у нас получилась текстура с этой стороны мы его и приклеиваем в общем первый ряд у нас получается 4 лепесточка и все видите что у нас получилось теперь берем еще лепесточки продолжаем клеить дальше еще 4 лепесточка приклеиваем теперь вот в этих промежуточках мы приклеиваем 4 лепесточка так 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 сразу если вдруг криво стало ровняем пока он у нас не застыл вот смотрите что у нас уже получается теперь что мы дальше делаем как клеим берем лепесточек следующий и вот таким образом вот в этих промежуточках мы будем с вами клеить вот в этих напротив вот этого сюда и сюда получается вот так сюда и сюда носим клей клей можно использовать любой какой вам больше нравится видите вы поняли куда нужно приклеивать теперь мы приклеиваем так вот сюда между вот этим листиком и между этим листиком получается между листиками не вот так а между так и полностью по кругу мы приклеиваем лепесточки должно у нас получится 8 лепестков в общей сложности первый ряд 4 2 дополняем 4 и вот здесь 8 лепестков смотрите что у нас должно получиться вот так продолжаем дальше приклеивать так теперь смотрите что мы как дальше клеим теперь мы будем клеить между вот этих лепесточков которые мы с вами только что приклеили между ними где вот торчит лепесточек мы будем вот сюда клеить только чуть 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 больше сейчас я вам покажу смотрите только вытаскиваем лепесточек чуть чуть больше чем сам вот этот лепесток и по кругу продолжаем приклеивать как я сказала только немножко больше выдвигаемых либо вы можете сделать чуть больше лепестки по размеру по размеру прижимаем видите что у нас получается с вами давайте закончим этот ряд и нам останется сделать еще с вами один рядок так все вот сюда мы приклеиваем последний лепесточек а нет еще отсюда все смотрите что у нас получилось теперь мы приклеим с вами еще один лепесток только уже теперь он у нас будет вот здесь выглядывать вот над этим лепесточком мы делали над этим теперь мы будем делать над этим получается посередине между этих теперь лепестков так что то я здесь не так делала что ли а еще один лепесточки не доклеила вот сюда так все и между ними теперь приклеиваем так 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 и тянется так 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 сейчас лепесточки останутся 1 2 так 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 Вы тоже внимательно смотрите, чтобы у нас текстура была с этой стороны, а не с другой стороны. Так, ну вот все. Сточек у нас готов. Его нужно немножко подправить. Немножко, знаете, даже вот так чуть-чуть загнуть. Убрать все лишнее, что у нас тут. Отклея всякие висюльки и прочее, прочее. Вот такой вот получается у нас цветочек с вами. Теперь из него можно сделать, например, красивую повязочку. Взять, например, приклеить его на повязочку. Ну и, соответственно, сделать листики. Либо сделать брошечку, либо сделать вот такое симпатичное, милое украшение для волос в виде резиночки. Что мы с вами будем делать? Я буду делать просто парную, две резиночки. Поэтому мы с вами делаем резиночку. Мы берем с вами чашелистик, еще его подтягиваем. Аккуратно не порвите. Вот так меряем его. Он немножко торчит. Можно еще, чтобы он побольше торчал, вот так вот немножко еще лепесточки подкрутить. Так, все. Цветочек готов. Наносим вот сюда клей по кругу. Не сильно много и как бы не совсем мало. Берем наш чашелистик, его выгибаем, ставим по серединке и вот таким образом разравниваем. Все. Вот такой симпатичный цветок у нас с вами получился. Я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Поставите палец вверх к нему. Сейчас мы еще добавим резиночку к нему. Так, вставляем резиночку нужного нам цвета. Так, все. Она у нас никуда не выпрыгнет. Наносим по серединке клей. И вот таким образом по серединке. Если вдруг что-то криво получилось, вы можете поравнять, пока горячий. И чуть-чуть прижимаем. Прижимать лучше всего, чтобы у нас серединка, так как от утюга, она может немножко... Если, ну, сделаться... Видите, клей вылез. Если клей вылез, нужно его сразу убрать. Прижать вот в этих местах. Вот так. Не бойтесь. Все. Сейчас она стынет. Зафиксирует хорошо клей. Вы можете использовать по назначению. Всем пока-пока, дорогие друзья. Вот такие милые, у нас симпатичные украшения сегодня получились. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. Также, если вам не понравилось видео, так же пишите, почему не понравилось. Мы будем исправляться. Буду стараться лучше для вас снимать. По качеству извиняюсь то, что получается. За ошибки тоже, если какие-то бывают недочеты. Ну, как-то так. Пишите. Всем пока-пока. И до новых встреч.